В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и пемьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение победным. Пемьер Армении Никол Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на него. Этого требовало положение на фронте. Президент России Владимир Путин указал, что согласованные положения создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе. Согласно договоренности, Агдамский район возвращается с Азербайджанской республики до 20 ноября 2020 года, Кельбаджарский район до 15 ноября, Лачинский район до 1 декабря. Вместе с этим вдоль линии соприказновения и Лачинского коридора будет расположен миротворческий контингент Российской Федерации. Параллельно с оккупированной территории будут выведены вооруженные силы Армении. В течение ближайших трех лет будет установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для обеспечения связи между Арменией и Ханкинды. Внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территории Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Ожидается разблокировка экономических и транспортных связей. Будет обеспечено транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. По мнению политолога Ильгара Велизаде, соглашение является важным достижением, в частности, открывающим путь для окончательного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Конечно, это соглашение является важным достижением, в частности, открывающим путь для окончательного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Конечно, мы все наблюдали, как это соглашение было подписано. В подписании не участвовал премьер-министр Армении. И очень интересно, что даже президент Азербайджана Ильгам Алиев объяснил, сказал, что он понимает неучастие премьер-министра Армении, поскольку фактически это очевидная капитуляция Армении и капитуляция на тех условиях, которые в значительной степени, ну или же в целом, в основном диктуется со стороны Баку. И диктовались, и диктуется со стороны Баку. Что касается миротворцев? Ну, вы знаете, давайте отталкиваться от реалий. Реалии таковы, что основным модератором переговорного процесса, хотим мы того или не хотим, на протяжении долгого времени была Россия. Конечно, существует и минская группа ОБСЕ, но активного модераторства, скажем, Соединенного Штата Америки или Франции переговорного процесса не наблюдалось. Кроме того, довольно очевидный факт, признающийся всеми, что Армения является союзником России, и Россия имеет безусловное влияние или же безусловные интересы в Армении, поэтому оказывает и может оказать определенное влияние и воздействие на эту страну. Азербайджан является партнером России, дружественной для России страной, соседом России. И между Баку и Москвой также сложились в последнее время особо доверительные отношения. Кстати говоря, и принятие этого документа говорит о исключительно доверительном характере отношений между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией и между руководителями этих стран. Вот эта особенность, геополитическая особенность, конечно, в данном случае была очевидно выявлена в этом соглашении фактом включения российских миротворцев в процессы урегулирования Нагора Карабахского конфликта. Надо отметить, что в настоящее время роль российских миротворцев оценивается как роль страны или структуры, которая обеспечивает безусловный вывод, должна обеспечивать безусловный вывод армянских войск с оккупированных территорий. В данном случае одним из гарантов в выполнении этого соглашения, этого условия является именно российская сторона, российский миротворец. То есть азербайджанская сторона, пользуясь доверительными отношениями, которые сложились между Москвой и Баку, фактически делегирует роль вывода армянских оккупационных сил с азербайджанской территории от страны и инструмента этим самым миротворческим силам. Это очень важный момент. С другой стороны, необходимо отметить, что, конечно, в постконфликтном устройстве региона, и Азербайджан никогда это не исключал, будут принимать участие и армянские жители Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона неоднократно в лице заявлений президента Азербайджана говорила о том, что не борется с мирными жителями и предоставляет им все условия, все гарантии для мирного проживания на территории Азербайджана с условием, что они будут с уважением относиться к конституции Азербайджанской республики, будут такими же гражданами Азербайджанской республики, как и другие жители нашей многонациональной страны. Конечно, все эти люди должны получить азербайджанские паспорта и жить в Азербайджане как граждане Азербайджанской республики. С другой стороны, азербайджанское население края, которое было депортировано на протяжении около 30 лет, находилось в состоянии беженцев, в качестве беженцев, и временно перемещенных лиц, они вернутся, безусловно, не только на территории вокруг Нагорного Карабаха, но и в сам Нагорный Карабах, и будут там жить вместе с представителями армянского населения. Они жили в Ханкянди, естественно, в Ходжалы, Ходжалы был азербайджанским городом, в различных населенных пунктах Аскеранского района, Ахдаринского района, Ходжавенского района. Все эти люди, к сожалению, представители старшего поколения, многих из них уже нет живых, но их потомки, дети, внуки, которые являются правоприемниками, если хотите, вот этих людей, они вернутся в азербайджанские населенные пункты, в свои дома на территории Нагорного Карабаха, и вот эти самые миротворцы должны обеспечить их спокойное и безопасное проживание вместе с армянским населением. Кроме того, надо сказать, что создаются специальные наблюдательные пункты, где будут присутствовать и турецкие наблюдатели, которые также будут обеспечивать мониторинг за соблюдением положений этого соглашения. Это тоже уникальный случай, когда фактически обеспечивается турецкое присутствие, присутствие турецких наблюдателей в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, причем документально обеспечивается. И премьер-министр Пашинян, который в конечном итоге подписал это соглашение, должен был с этим согласиться, он подписал и признал необходимость, в том числе турецких наблюдателей в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Я не хотел бы сейчас какие-то эпитеты приводить и как-то иначе ситуацию описывать, кроме как, скажем, приводить сухую аналитическую информацию, скажем так. Но в любом случае это говорит о том, что армянская сторона фактически признает свое поражение, капитуляцию, смиряется с реальностью, с реалиями, которые здесь сформировались. Кроме того, надо отметить, что речь идет о срочном действии этого соглашения, то есть на пять лет вводятся миротворческие силы. И, к сожалению, в последнее время в средствах массовой информации различные предложения возникают на этот счет. Я скептически относился к этим предположениям. Я абсолютно полностью доверяю в данном случае решению президента нашей страны, который эту ситуацию неоднократно, видимо, переосмысливал. И хочу обратить внимание на то обстоятельство, что вот этот документ появился не спонтанно, не за два часа до того, как был объявлен о прекращении боевых действий в зоне Нагорно-Корбаловского конфликта. Этот документ готовился, скорее всего, на протяжении определенного времени. И в нем чувствуется согласование позиций Баку и Москвы, Анкары и Москвы, и Анкары и Баку. Не чувствуется, конечно, присутствия здесь интересов армянской стороны по их же собственной вине. У них было достаточно времени в рамках переговорного процесса, чтобы обеспечить свои интересы. Они этого не сделали, они решили, что можно урегулировать ситуацию военным путем. Это у них не получилось. В данном случае они оказались перед фактом. И этот факт, эта реальность была сформирована благодаря взаимодействию, опять же, Москвы, Анкары и Баку. Абсолютно полностью доверяю решению президента нашей стороны. Считаю этот документ безальтернативным, сложившейся геополитической реальности, в которой находится наш регион. Другого документа сложно себе представить. А причем он максимум, максимум учитывает интерес Азербайджана. Максимум. И поэтому я думаю, что в данном случае следует сказать, что если положения этого документа будут воплощены в жизнь в соответствии с теми установками, которые в нем имеются, мы через определенное время будем иметь новую геополитическую и геоэкономическую реальность, где Азербайджану, равно как и его партнерам в регионе России и Турции будет отводиться ключевая роль.